Вот наша теория возмущения, он лучше на переносной группе, дает нам вот эту проблему не физического нуля, так сказать, Ландау, хотя Ландау здесь уже ни при чем. Ну и вот дальше, это у меня будет после обеда, я расскажу некоторую схему, которую мы называем аналитической теорией возмущения, и там будет Евклидова функция по квадрат, и там уже никаких этих неприятностей не будет. Но я хочу как бы логику подчеркнуть. Значит, мы берем теорию возмущения, фейминские диаграммы. Это ряд по логарифмам, по степеням параметра взаимодействия и степеням логарифмов. Нам удается просуммировать все логарифмы, вот пятницу логарифм, вторые логарифмы, 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 и это работает Ренор-Глупа. Ренор-Глупа в некоторых случаях не имеющих отношения к квантовой теории поля, а, например, к квантовой статистике, к фазовым переходам, к турбулентности. Или вот тут даже 10 лет назад с моцикловскими сотрудниками мы начали технику поменять. Просто к краевым задачам классической математической физики, дифференциального уровня частных производных лекосистем, там это все проходит, и там нет никакой проблем. А вот в квантовой теории поля, только в квантовой теории поля, этот метод уточнения сингулярности решения, вот он дает эту неприятность в виде полюса. И тогда нам в квантовой теории поля надо делать второй шаг, чтобы прийти в соответствие вот с этими протопативными результатами. Ну и в частности, вот мы с покойным Игорем Леонидовичем Соловцом около 10 лет назад развили некую схему, которая как раз использует аналитичность, основанную на причинности. Она называется аналитической теорией измущения. Она не вводит новых модельных параметров, которые можно было бы подгонять. Ну вот принцип ее заключается в том, что по представлению члена Лемона, мы требуем, чтобы эффективная константа удовлетворяла ему, а она полюс не удовлетворяет. Но для того, чтобы было соответствие с теорией измущения, спектральная плотность определяется из теории измущения. А тогда этот интеграл вычисляется, он отличается от обычного. Я потом покажу. Ингулярности больше нет. Соответствует, если я раскладываю ряд по альфа обычным вещам. Ну и кроме того, мы еще пожелали, чтобы можно было работать не только, скажем, в представлении по квадрату, но, например, перейти к представлению расстояния, при образ взятии. Или специальным образом перейти к представлению энергии в системе центра масс. То есть была бы инвариантность относительно линейных интегральных преобразований, вот тип Фурье преобразования. И тогда возникают некие ограничения на высшие степени, по праву. Ну вот, вот эта общая формула. Возникает некий набор функций АН вместо степеней альфа. Вот каждый из них определяется через ним часть степени. Вот у нижней из них полюс просто как бы руками вычтен. Вот он правильно вычетен, вычетен руками. А следующее рекуррентное соотношение. Подобно тому, как единица на логарифм. Можно его заводить в квадрат, а можно продифференцировать по единице на логарифм. Вы тоже получите единицу на логарифм в квадрат. Вот тут надо всю формулу дифференцировать и простое рекуррентное соотношение. Ну а в Минковском, вот там, где система центра массы, скажем, е плюс, е минус, аннигиляция, там надо пользоваться формулой, которая называется формулой Адлера. И через отношение сечений, а вот оно раскладывается уже по степеням вот этих функций, а готическое. И каждая функция разложения является образом интегральным, как в случае преобразования в пространство, от того, что я показал наверху. Ну вот здесь первая функция, да, вот аркосинус, артангенс при положительных значениях логарифма. Если вы начнете раскладывать по малому значению аргумента, у вас первая члена будет единица на л. Дальше пойдут члена пи квадрат на л куб и так далее. Они складываются в артангенс, а артангенс функция конечная, в точке, когда аргумент сингулярный. Это вы все знаете. Поэтому сингулярность убивается пи квадратными членами, в бесконечном суммировании. А, ну и вот как эти функции выглядят, например, в области нескольких ГФ. Там, где обычная функция уже развивается сингулярность. Вот и квадратная функция, нормированная на то же лямбда. А вот и ленковская функция, вот типа артангенс. То есть они вот от одного до двух ГФ уже сильно отличаются, немного отличаются друг от друга, но они имеют конечный предел в нуле. В то время как эта функция имеет полюс вот примерно на пол ГФ. Ну, здесь некая вот эта реклама этого способа. Пожалуй, давайте на после обеда. Я думаю, время у меня уже истекло. Правильно? На 11 минут почему-то. Ну, можно. Дмитрий Алексеевич, в принципе, у нас сейчас задержка с обедом. Если вы хотите, можно. А, ну давайте. Это на ваше усмотрение. Да, давайте так. Нет, давайте так. Ну, давайте. Он немножко выйдет далеко за рамки. Я не хочу пытаться реабилитировать этот термин размерная трансплутация, но вот есть известный пример, скажем, рассеяния на дельтапотенциале. Можно в двумерной, можно в трехмерной. И там можно тоже вводить параметры обрезания, тоже возникнет зависимость этой не имеющей смысла константы связи перед дельтапотенциалом, значит, вот параметры обрезания. И в двумерии это будет даже логаритмическая, она будет полностью модернировать вот эту ситуацию логаритмической расходимости. В трехмерии это будет там степенная. Но суть не в этом, а суть в том, что там-то мы понимаем, что происходит на самом деле. Там происходит на самом деле построение аккуратного самосопряженного оператора. Так вот, не есть ли здесь вот все эти проблемы в теории поля, не связано ли это все с тем, что мы не знаем правильного самосопряженного оператора, а строим его вот так вот, пытаемся построить. Сейчас, а что вы называете проблемой? Существование, как это, расходимость? Да, вот все эти расходимости, что это от того, что мы пытаемся на самом деле построить оператор, который плохо определен. Но самое главное, что там мы понимаем и смысл размерной трансмутации. Это вот статья Погеева и Березина, где они просто показали, что вот эта расходимость, она эквивалентна и построение у вас возникает, что связанное со стороны. Давайте я по-разному отвечу. Значит, что касается возникновения расходимости, то никто не знает. Вот есть сценарий великого объединения, когда все объединенные константы выходят на константу. Это тот случай, когда все логарифмы убили друг друга. Ну, это как бы взять Паули и Вилдерса, как бы придать ему физический смысл. И тогда вот именно наша расходимость вследствие того, что мы выкинули лептокварки, объединяющие взаимодействие. Такая возможность есть. Есть и другие. И что касается размерной трансмутации, то здесь тогда позвольте мне обратиться к авторитету Невиса Бора. Невис Бор в 1935 году написал там пару пространных текстовых работ, почти без формул, о принципе дополнительности. И он, в частности, там говорил, что мы квантовую систему задаем, скажем, уравнением Шридингера, но для того, чтобы привязать ее к Земле грешной, мы должны задать условия измерения. А тогда у вас либо стоит счетчик Меликеновский, который ловит электрод, либо эти огромные камеры, которые ловят в церкви. И им соответствует свой масштаб и свое значение измеренной величины. То есть это свойство решения, а не постановки задачи в виде уравнения. Вот это мой ответ. Так что этот параметр мю или скомбинированный простым образом бляндом, это параметр Бора. Размерная трансмутация я продолжаю, что в этом контексте здесь не знаю, как так дуработать я не знаю. Он мне кажется очень красивым, конечно, но не обязательно всем говорить красивым. Пожалуйста, еще. Вот у меня на самом деле это перекликается. Все-таки причина расходимости в теории поля, она же связана, если ее перевести, то есть она связана, на мой взгляд, с тем, что это точечное просто взаимодействие. Если это перевести на язык, там, не знаю, нерелитивистской квантовой механики, то это будет потенциалом типа дельта потенциалов или производная дельта потенциалов, для которых Спасибо.